Город Сумы подвергся российской атаке дронов. Есть жертвы и разрушения. Владимир Зеленский призывает к срочной модернизации систем ПВО. Премьер-министр Франции и представители парламентских фракций обсудили ситуацию в стране и меры по возвращению к республиканскому порядку. Состояние Михаила Саакашвили вызывает озабоченность Киева. Владимир Зеленский призвал власти Грузии передать Саакашвили Украине для лечения и ухода. Палестинцы массово бегут из лагеря беженцев в Дженине, где Израиль продолжает самую крупную за 20 лет антитеррористическую операцию. Стартап European Sleeper запустил первый маршрут ночного поезда между Берлином и Брюсселем. Такой способ путешествия становится все популярнее. Как минимум три человека погибли, более 20 получили ранения в результате атаки беспилотников на город Сумы. Кроме этого, пострадали здания Службы безопасности Украины, два многоквартирных жилых дома. Киев утверждает, что для нападения Россия использовала иранские дроны камикадзе типа «Шахет». Также российским обстрелом подверглись и приграничные районы Сумской области. Жертвами стали три местных жителя. Утром во вторник при обстреле Херсона погибли два человека. По словам президента Владимира Зеленского, это произошло из-за того, что Украина не имеет достаточного количества качественных систем ПВО для защиты всей территории страны. В то время как Киев заявляет о постепенном отвоевании своих территорий, были опубликованы кадры ночных учений под Краматорском. В контрнаступлении принимают участие шведские военные. Некоторые из них выступают в качестве инструкторов. Бывший рейнджер Кристер один из них. Продолжение следует... Тем временем министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Украина не добилась цели своего контрнаступления ни на одном из участков и лишилась около двух с половиной тысяч единиц различного вооружения. В сильную жару Мадрид посетила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйенс, коллегия комиссаров. Так началось председательство Испании в Совете ЕС. В первую очередь она должна заняться проблемой иммиграции, которая осложнилась после того, как на прошлой неделе Венгрия и Польша проголосовали против распределения тех, кто пребывает на европейские берега по всему Союзу. Застопорилась реформа системы предоставления убежища и помощь третьим странам, из которых уезжают люди. Брюссель надеется, что при посредничестве Мадрида с Будапештом и Варшавой будет достигнут компромисс, который позволит единогласно принять это ключевое для Евросоюза законодательство. Пакт для миграции и асайлума первые важные части были решены, как мы хотим, чтобы это сделать, в квалифицированной мажористой выборе. Это лейтинговый тракт, и я очень уверена, что мы сможем конкурировать. Председатель Испании считает своим приоритетом подъем экономики и достижение стратегической автономии ЕС. А это означает снижение его зависимости от экспорта энергии, сырья и технологических компонентов, особенно от таких поставщиков, как Россия и Китай. Поэтому испанский премьер стремится укрепить связи с Латинской Америкой. Своими задачами Педро Санчес назвал создание зоны свободной торговли с блоком Меркосур и развитие международного сотрудничества. Испания также выразила готовность координировать усилия по поддержке Украины, борьбе с изменением климата, укреплению единства Евросоюза и достижению социальной справедливости. Однако на национальных выборах в конце июля испанские социалисты могут лишиться власти и передать ее народной партии. В результате внутриполитический курс страны сдвинется вправо. Из Мадриде передает к испанят Евроньюз Аиде Санчес Алонсо. Кабува Президент Президент Вопросы безопасности и возвращения к республиканскому порядку были в центре внимания на встречу премьер-министра Франции Елизабет Борн с представителями парламентских фракций. Стороны обсудили ситуацию в охваченной беспорядке стране после убийства полицейским 17-летнего подростка в парижском преграде Nanterre. Президент на републике и улокасион оси д'экспример. Сегодня, летом, сэй, летом, 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 из-за чего жена и сын городоначальника получили травмы. В ночь на вторник порядок в стране обеспечивали 45 тысяч полицейских. Как и накануне, она прошла относительно спокойно. Президент Франции Эммануэль Макрон сегодня встречается с мэрами 220 городов и коммун, которым был нанесен значительный ущерб. Состояние экс-президента Грузии Михаила Саакашвили вызывает озабоченность Киева. Украинский лидер Владимир Зеленский потребовал от грузинского посла покинуть Украину в течение 48 часов и провести консультации со своим правительством по поводу судьбы Саакашвили, имеющего украинское гражданство. Здоровье политика резко ухудшилось после 50-дневной голодовки в знак протеста против судебного преследования. Сьогодні я доручив міністру закордонних справ України викликати посла Грузії в Україні, висловити йому протест та запропонувати залишити Україну протягом наступних 48 годин для проведення консультацій зі своєю столицею. Вкотре закликаю грузинскую владу передати Україні громадянина України Михайло Саакашвили для необхідного лікування і догляду. Саакашвили був арестован в октябрі 2021 року по повозвращению в Грузію із України. Против нього був розбуждено сразу нескільки дел о преследовании оппозиції і злоупотреблений властью. Саакашвили называєт обвинення политическим мотивированними. За время пребывання за решеткой екс-президент Грузії неоднократно объявлял голодовку. На фоне продолжающейся операции израильской армии в Дженине на западном берегу реки Иордан из находящегося там лагеря беженцев массово бегут палестинские семьи. По данным Красного полумесяца эвакуированы около трех тысяч человек. При этом, как сообщается, передвижение по Дженину затруднено из-за закрытых или разрушенных дорог. В понедельник израильские военные начали самую крупную операцию на этой территории за более чем 20 лет, получившую название «Байт-Веган» — дом с палисадником. Главной её целью стали штаб-квартиры боевиков. По меньшей мере, 9 человек погибли, около 100 получили ранения, 120 человек задержаны. Как заявляет Сахал, все убитые были причастны к деятельности различных террористических группировок. По словам премьер-министра Бенемина Нетаньяху, израильские войска реагируют на недавний всплеск нападений палестинцев на своих граждан. Боевые действия в Дженине продолжаются. В операции, задействованные тысячи военнослужащих, применяются авиации и тяжёлая инженерная техника. Поступают сообщения об интенсивных уличных боях. Палестинские группы призвали к объединению усилий для противодействия израильской операции. Сторонники движения «Хамас» провели митинг солидарности в условиях, как они её называют, открытой войны Израиля против жителей Дженина. Когда-то ночные поезда считались очень практичным способом путешествовать по Европе. Но постепенно они исчезли, поскольку недорогие авиарейсы и дешёвый бензин направили путешественников в аэропорты и на автомагистрали. Теперь ночные поезда возвращаются. Крис Энгельсман – соучредитель European Sleeper, кооперативного стартапа, цель которого – соединить Европу ночными поездами. Первый маршрут был запущен между Берлином и Брюсселем. Благодаря гораздо более низким выбросам в атмосферу ночные поезда дешевле и экологичнее, чем авиаперевозки. Но подходят ли они для семей с детьми или пожилых людей. Многие думают, что ночные поезда в основном предназначены для молодёжи. Мы также имеем более дешевле поезда на трени, где мы видим много молодёжных партнеров. И они часто путешествуют, когда они молоды были, они всегда путешествуют путешествуют путешествовать. Они часто путешествуют. и для молодых людей нужно показать, как хорошая экспертность на тренинге. Чтобы быть на тренинге на ночных ночах, что это более интересен, чем на воде. И для детей всегда любят это. Все больше и больше европейских железнодорожных компаний добавляют в своё расписание ночные маршруты. От сидений с откидной спинкой до частных спальных кабин варианты есть на любой вкус и бюджет. Субтитры создавал DimaTorzok